всем привет сегодня я хочу рассказать как я придумал как можно выращивать полипропиленовой посуде автоклавируя ее и не используя фольгу грибы до этого я выращивал в банках но я до сих пор выращиваю это только вот недавно я придумал способ очень интересный вот мы как выращиваем берем банку крышку сверлим отверстие затыкаем ваткой обматываем фольгой для чего для того чтобы ваточка не намокла в процессе автоклавирования в дальнейшем нам это фольга не нужна получается у нас очень идут большие расходники вы скажете да фольга копейки стоит извините меня копейки она стоит когда вы инокулируете 10 баночек когда у вас сотня банок рулоны улетают очень быстро и каждый раз по 45 по 50 рублей тратить не хочется то есть если купили более качественную дорогую фольгу конечно она еще дороже выйдет вам вот и смысл ее для одного раза использовать я уже устал у меня мысли посетила как же так вот у китайцев есть баночная технология они выращивают фламмулину в банках разные другие опята у них банки с горловиной такие подобие наших банках но там немножко горло по другому сторону и они полипропиленовые суть процесса в чем как полипропилен хороший материал но у них там крышка она очень имеет такое своеобразное устройство они же не накрывают их фольгой когда стерилизует я подумал почему бы не сделать подобие той крышки но уже совмещены совмещенность вот с таким ведерком вот я сделал по этой технологии ведерочка она без отверстия очень хорошо зарастает конденсат даже видно то ли там даже видно вот эти места пятнышки где дыхание происходит сейчас объясню чем суть процесса очень хороший способ можно таким образом выращивать любые грибы вплоть до вешенки кардицепса опенок зимний вот данный момент здесь инокулирование зимний опенок то есть объясняю суть процесса это ведерочка удачно прошло автоклавирование никакой фольги не использовал так значит объясняю что я сделал вот еще одно ведерко подготовил таким же образом еще раз заращивать еще раз инокулировать вот смотрите я такие ведерки купил они по 10 рублей цена китайской баночки очень дорогая и тем более их нужно купить много здесь я могу любые вариации использовать большие маленькие ведра разные суть процесса в чем ведро саму полипропиленовая крышка тоже полипропилен но бывают некоторые ведерки сами из полипропилена крышки целлофановые надо обязательно смотреть на маркировку pp05 здесь в треугольнички и здесь пп05 все это вот это полностью полипропиленовая банка она не боится автоклавирование высоких температур единственная вот эта ручка она плавится потому что на из обычного целлофана мы его аккуратно демонтируем это наше первое действие демонтировали ручку второе наше действие здесь и специально чека для дальнейших работ с крышкой то есть вот она я ее выломал она нам не нужна объясню почему когда вы инокулировать будете то есть вы забили субстратом значит ведерко закрыли плотно крышку упаковали его в автоклав амос автоклавировалась остыла вы достали хотите инокулировать если вы не удалите эту чеку снять эту крышку будет проблематично вы поломаете себе все ногти потому что очень плотно она прилегает что она не нужно здесь данный момент у вас находится открыто то есть вы раз ее открыли и на кулян бросили закрыли плотно и убрали все зарастание наблюдаете смотрите прогнозируете вторая суть подготовки значит я взял сверло на 10 ну такое было можно на 8 то есть для меня достаточно три отверстия ну кто-то 5 может нас сверлить вот смотрите где сверлить суть в чем вот здесь вот есть сектора очень много вокруг 20 по моему ли 21 сектор сверху они не сопряжены с наружным воздухом то есть только изнутри отверстия у них есть вот это усиление нашей горловины значит суть метода я беру это десяточки почему я взял сверло именно с конусным вот этим вот острием и вот острие и по бокам вот эти вот режущие части когда я буду сверлить они быстро очень высверливают отверстие то есть в отличие от комусного сверла обыкновенного по металлу надо проткнуть им да она далеко уходит данный момент здесь очень не подходит она сразу усверливать аккуратненько отверстие не нарушает целостности то есть вот главное не торопиться почти сверху почти где там крышка закрывается я натыкаю посередине любого из секторов не надо сильно сжать раз отверстие примерно там треугольчик я сделал типа знака mercedes вот видите ну не сильно вроде выскочила на конус сверлил ничего страшного бывает то есть я просто тороплюсь вернее не тороплюсь а сильно нажал поспешил немножко вопросов нет то есть вот три отверстия мы просверлили снаружи этих отверстий они никак они то есть снизу эти отверстия получается внутри каждого из секторов раз отверстие два отверстия три отверстия вот где-то у меня была здесь ватка я с собой не взял она вот используют этой то есть мы взяли ватку побольше тут конечно нужна ватка взяли ватку и каждое из отверстий каждый из секторов снизу его просто заткнули именно вот она как затыкается снизу плотненько туда вставили здесь она немножко может вывести ваточка вот с этого места вот самое главное нам заткнуть очень хорошенько изнутри сильно плотно там заколачивать не нужно чтобы там аж воздух не проходил достаточно плотно просто чуть-чуть пальцем уплотнить все вот такое ведерочка вот она смотрите 1 отверстие два отверстия 3 отверстия суть метода конечно кто-то может сказать отчеты не насверлил можно было тут просверлить как и здесь но я еще раз повторюсь я не хочу использовать фольгу я и уже больше не буду использовать именно на этом методе суть процесса да вот то есть ведро крышка целая все целое то есть набили на кулян до верха не надо конечно наколачивать чуть вот сантиметр полтора нужно обязательно оставить свободное пространство для того чтобы мицелли мог дышать чтобы до ватки не доходило все крышечки мы можно сразу плотно закрыть можно просто плотненько прикрыть эту крышечку сильно не надавливая чтобы не защелкнулась и установить ее значит с нашим субстратом в автоклав то есть вы их несколько штук поставили там сколько вас там помещается либо в ряд либо по кругу без разницы все в автоклаве и автоклавируйте ради бога ничего не надо накрывать не фольгой ничего она не намокает она потому что находится вертикально и весь пар который будет конденсироваться по ведом он бы просто стекать он будет здесь капать отсюда а туда он не проникнет никак ведро может быть немножко влажная но по сути у меня не было влажно но у меня нормально все ваточка если чуть-чуть где-то снизу намокнет она поверьте очень быстро высыхает потому что она снизу она постепенно на просто дыханием и целям он постепенно высушит ее самым своим дыханием своими то есть можно вот так вот подсушить немножко понадоблять несколько раз и она просохнет ну это не надо делать просто достаточно того что я не использую мне это уже радует все наше ведро готово три отверстия они снизу заткнуты все ведро у нас дышит то есть вот китайские крышки на полипропиленовых бутылях устроены точно таким же образом то есть у них снизу отверстия крышка двойная значит снизу дырочки у них по периметру стоит а сбоку отверстия как бы снизу вот подобным образом точно так же я вас уверяю вот ведро которое будет сто процентов вам приносить успех и работать будет на вас она плотная многоразовая например поработали грибы собрали то есть вытряхнули вытряхнуть легко вытряхнули водой сполоснули ватку удалили другую воткнули все многоразовость обеспечена не нужно покупать фольгу не нужно лишний раз какие-то делать маневр можете больше ведра использовать но обязательно полипропилен вещь просто изумительная и можно в принципе вот она помещает себя 650 700 грамм инокулянта то есть можно с отверстием делать то есть буквально вот забили его там опилом своим плотно воткнули туда палку вытащили и закрыли крышечкой все у вас не мнется не ломается поставили инокулировали потом после в канал туда то есть крышку открыли меня инокулянт несли плотно закрыли и убрали в инкубатор все вы смотрите вы наблюдаете можно использовать ведра из-под майонеза но они непрозрачные и тяжело в них наблюдать и видеть как у вас все растет данный момент данный способ очень интересен своим многоразовостью многоцелостностью то есть вы ведро не портите вы заткнули его изнутри ватка у вас не намокает при любых автоклавированиях или там кипячение или где вы как вы ставите то есть она вообще не намокнет потому что все вся влага будет протекать сверху и она будет капать а туда на не проникнет ну конечно соответственно застуд туда подальше для того чтобы с краю ватка не торчало плотно туда запихнули и все она ни за что не выпадет она ни за что не испортится то есть берите на вооружение пользуйтесь возле даже видно как идет дыхание видите вот то есть сама крышка запотела а в этих местах видно как активно дышит ли цели вот оно это место если его камеры передает то видно что это пробка работает так что делайте выводы ребята пользуйтесь всем удачи всем пока